Я мул! Ваш ума! Сейчас я покажу, как сделать красивую, красивейшую, такую, значит, такую бочосную, такую для лошади непростую, значит, обычный хвост, а необычную, очень такую французскую всякую косу. Для этого нам нужна лошадь. Мы берем лошадь и вот так вот ее расчесываем. Да, лошадь. Лошадь по старой. Скидка! потому что у нее есть шлем между прочим вот можно держать значит мы делаем сегодня косу французскую косичку или ручейок это не еврейская лошадь не надо ее обрезать я тебя умоляю мы берем и сделаем так вот вот так вот мы начали плести косу и сюда мы теперь улетаем все вот эти красивейшие волосы если что волосы лошади это не просто кажется это между прочим и потом и в общем вот у нас уже получается такая красивейшая косище такая и сказалось бы простой незамысловатой гривы очень-очень фэшн красивый мопси потому что лошадь это не просто животное это красивое животное а красивое животное должно иметь красивую прическу вот короче уже когда мы всю эту гриву красивейшую запрели в такую вот французишную косичку мы уже на вот значит мы берем такую специальную резинку если у вас нет специальной резинки можно взять носки вот отрезать значит все лишнее и сделать вот такую вещь ты че завидуешь что ли сейчас тебя тоже заплетел и в принципе вот получается успешие косище сейчас я тоже заплетел не переживай подошел так ко мне сбоку у нас есть вот такая вот у него челка если вы думаете что пони это вот так вот то ему это неудобно сейчас мы сделаем вот такая вот красивейшая пучок так сейчас я взорву мне подошли ловите с пищиками вот красиво все, дорогие мои подписчики, ставьте лайки, колокольчики и прочую фигню а мы пока будем причесывать нашего второго поня это тарзан если что, тарзан выглядит так, а не как говорит Королева вот и значит сейчас мы будем делать ему тоже красивейшую косичку ему по-моему вот это мешает я и в общем короче он будет тоже красавчик все, все чмоки-чмоки, пока